В эти дни в столице проводится активная обрезка олеандровых растений. Горожане выражают свое недовольство в различных соцсетях, говоря о том, что это слишком агрессивная мера. Ну а специалисты утверждают, что этот процесс необходим для дальнейшего роста и развития декоративных растений. Мы попытались разобраться в этой теме. Итак, олеандр обыкновенный. Теплолюбивый кустарник, распространенный в субтропических регионах. Он широко используется в качестве декоративного растения в ландшафтном дизайне. Эти декоративные растения с белыми, нежно-розовыми и красными цветами по праву являются одной из визитных карточек нашей столицы. Благодаря уникальности климата территория побережья Абхазии в наибольшей степени подходит для выращивания олеандра, который, к слову сказать, украшает практически все Черноморское побережье Кавказа. Олеандр после цветения обязательно обрезается, так как цветы появляются только на побегах прошлого года. Причем обрезать растения можно радикально, без боязни обрезать лишнее. На сей счет у горожан разные мнения. Кто-то считает, что растения подвергаются уж слишком агрессивной обрезке. Дескать, можно было бы и пощадить многолетние кусты, тогда как другие жители города считают, что специалистам все же виднее. Ну знаете, мое может быть очень субъективное мнение, но я считаю, что так делать нельзя. Оставляется молодняк, вырезается старые больные. И олеандры старые есть и больные. Вот посмотрите, сколько уже пальм, пальм больных, ведь в них уже все накопилось. Их надо в первую очередь убрать. Открыли все. Город наш всегда славился тем, что был зеленый и красивый. Вот люди, которые посещают нас, говорили, у вас эти олеандры как будто в вазе стоят, цветут. Люди фотографируются, радуются, когда она цветет. Это такое. А эти пока отрастут, пока что-то из них получится. Ну, думаю, что изменение какое-то будет. Надеемся на что-то хорошее. Вот это то, что не делают, значит, так нужно, я считаю. Перед началом работ по обрезанию олеандровых кустов власти столичной администрации обратились в Управление по экологии и охране природы за официальным заключением. И только после этого были начаты работы. Время от времени, естественно, необходимо формовать декоративные растения. Но ввиду того, что олеандры долгое время из-за неимения возможностей, очевидно, администрация не проводила ни плановые формовки, ни глубокие обрезки. Данная работа называется глубокая омолаживающая обрезка. Она тоже необходимо проводить периодически, раз в 5-7 лет. Так что усилия городской администрации направлены на дальнейшее улучшение состояния декоративного облика нашего города. Растения, подвергнутые глубокой обрезке, сегодня, этим летом, дадут веточки, которые взойдут, они же и зацветут в первый год. В коммунальном управлении столичной администрации также отметили важность санитарной обрезки растений. По словам Елены Отёпиной, некоторые олеандры начали болеть, другие слишком разрослись и в некоторых местах закрывают обзор, как пешеходам, так и автомобилистам, что может привести к чрезвычайным происшествиям на дорогах. Мы делали формовочную обрезку, потому что к нам ежегодно обращаются ГАИ. Сейчас работы проводятся на Леона, но нам обращаются не только по Леону, то есть особенно перекрёстки. Сложность у нас на проспекте Мира, нету видимости движения транспорта, и пешеходы порой за густотой вот этого олеандра они не видят, то есть могут получить травмирование, произойти наезд. Поэтому по Леона одна из главных, она интенсивная улица по движению транспорта, и действительно они очень сильно переросли, поэтому было принято решение именно набережную пока и Леона. Сейчас на территории Абхазии произрастает более 35 видов олеандра. Самое большое количество сортов в Гагрском районе, их насчитывается около 26. В других регионах количество сортов олеандра колеблется от 10 до 15. Благодаря своему прекрасному цветению два раза в год, осенью и летом, олеандр занял ведущее место среди декоративных насаждений Абхазии и Черноморского побережья Кавказа.